Доброе утро всем! Ну что, у нас сегодня второй день из моей соточки в ютубе, и сейчас 7.30 утра, а мы уже с Алисой при параде, да, Дед? И сегодня у нас долгий день, потому что в 8 утра мы начинаем федузный завтрак, сейчас я прямо туда еду, Алису по пути заводим в школу, и Алиса сегодня что? Что сегодня у Алисы? Алиса не умеет у меня сейчас сих пор разговаривать, Алиса сегодня тренировка, поэтому вечером мы с ней увидимся дома в части того же. в 7, так что следите внимательно, прямо сейчас, за 2 минуты вы узнаете, как прошел этот день. Так, ну что, я только что закончила выступление в Ситизен-кафе, без нас завтрак прошел удача, встала напротив окошка, протянула ручку, девочки уже по уходили, зато поприходили мальчики в Ситизен-кафе, вот, и дальше сейчас еду на работу, будем все решать обсуждать наш день, и буду готовиться продолжать к пробуждению и делать еще миллион дел, так что вы все увидите вечерочком. Так, ну мне сейчас уже практически 5 вечера, большая часть дня рабочего такая конкретная, наверное, прошла, но в то же время работы еще очень много. Итак, сегодня после раннего очень утра, после бизнес-завтрака, после общения, когда все девочки хотят подойти, что-то спросить, кто-то хочет проконсультироваться, конечно же, голова вот такая вот, но я с этим справилась. После у меня сразу же были небольшая была встреча и переговоры по проекту, который мы сейчас обсуждаем для такого стратегического введения на нашем ютюбе, как маркетинг проекта и как своих мозгов. Вообще, конечно, ютюб дал возможность демонстрации большому количеству людей, это, наверное, главное преимущество ютюба, это демонстрация большому количеству людей, своей экспертности в каких-то вопросах. И если раньше просто люди хотели, например, маркетинг, то сейчас людям нравится все-таки твоя специализация бизнеса, они понимают, что ты можешь быть полезен со своими креативными мозгами, что ты понимаешь в бизнесе и можешь не просто снимать проекты какие-то интересные, это подавать другой аудитории, а можешь еще и давать какие-то очень дельные и ценные рекомендации, которые будут отражаться на бизнесе. И вот сейчас мы как раз ведем переговоры над таким большим масштабным проектом, и если у нас все сложится, то это будет очень классный, интересный проект, и вы будете за этим наблюдать в формате нашего бизнес-шоу, будет круто. Вот, после я приехала уже в офис со своим партнером Ирой Колесник по Lady Boss Club, у нас сегодня такой стратегический день, тоже совместный, совместный, потому что сейчас, когда все в компании выстраивается, работы очень много. И прежде всего, когда вы становитесь партнерами, очень важно все то, что раньше было в твоей голове, особенно у человека, который этот бизнес вел, все было как-то по-своему, на коленке, так как удобно, то есть неважно, потому что он этим один занимался, сейчас мы отстраиваем из этого бизнес. У нас должны быть прописаны инструкции, у нас должны быть прописан каждый процесс, кто за него отвечает, кто исполнитель, какой сотрудник нам нужен. Вчера Ира проводила собеседование, один сотрудник ключевой у нас уже есть в офисе, и сейчас вот эти все процессы, они занимают достаточно серьезное количество времени. Плюс параллельно сейчас учим нашего сотрудника обрабатывать все входящие заявки, которые сегодня поступают для участия в клубе Lady Boss, потому что мы настраиваем рекламу, входящий поток, я всегда любила работать так, и затем уже работаем с тем входящим потоком, который есть, доводя их уже непосредственно до сделки и до того, чтобы стать участницами нашего клуба. Параллельно мы работаем сейчас, уже активно принимаем заявки на представительство женского бизнес-клуба. Дело в том, что большое количество девушек, которые делают бизнес в других городах, имеют такую же проблему, которая есть как бы у нас, благодаря чему появился Lady Boss. Это отсутствие возможности общаться с правильными людьми, отсутствие возможности каких-то моментов классных коммуникаций, отсутствие возможности получить себе друзей, таких же, как и ты, в конце концов, потому что дружба здесь тоже рулит. Также мы сегодня разрабатывали нашу вечеринку, которую мы хотим проводить в июле большую, мы хотим проводить сейчас встречу на яхте, тоже такую классную с нашими девочками Lady Boss и с Ирой всю эту стратегию обрабатываем и затем уже ставим задачи нашим менеджерам для того, чтобы это происходило. Представители тоже самое, наш менеджер общается, отвечает по запросам на представительство, потому что представьте себе, входящий поток, каждый день мы получаем несколько заявок на то, чтобы человек хочет открыть представительство в своем городе. Но он не знает финансовых условий, он не знает условий к самому человеку, которые мы выдвигаем, но, безусловно, он говорит, я потенциальный ваш клиент, я хочу с вами пообщаться. Но мы прекрасно понимаем, что в этой воронке один из пяти теоретически в хорошем случае будет оставаться. И если мы будем свое время тратить на то, чтобы общаться очень долго, ни о чем, отвечая на очень понятные вопросы, то это будет плохо. Поэтому мы приняли решение, что мы общаемся с представителями уже на уровне готовности подписания договора на прямой встрече, а до этого момента наш менеджер абсолютно компетентен рулить все вопросы, и мы для этого ставим ему и расписываем очень понятные задачи и критерии, по которым он может рулить. Опять-таки очень хорошо, когда люди в команде уже есть достаточно опытные, которые имеют тот необходимый опыт, который есть. Далее, что еще сегодня происходит? Это работа над тренингом пробуждения. Уже все ближе и ближе даты. Мы работаем как с организаторами, но ими больше занимается Сергей в разных городах, потому что есть вопросы, есть моменты маркетинга, поддержки. Иногда страшно, что они не смогут собрать аудиторию, и им страшно, и нам страшно. И это абсолютно нормально. Но я вам хочу сказать, что если мы не будем рисковать, то мы вообще можем ни за что не браться. И мы, в частности, взялись за пробуждение. В Киеве мы ориентируемся где-то на цифру 100 человек. В результате посмотрим, что у нас получится, сколько людей будет. Но продукт достаточно сложный, потому что, во-первых, я впервые в таком амплуа выступаю. Во-вторых, само название пробуждения. И несмотря на то, что я пишу тексты и пишу о том, насколько важно избавляться от страха, в ограничении. И каждый день, когда вы просыпаетесь, в вашей голове есть что-то, почему я не могу, почему вы только что подумали, о боже, а я бы не взялся организовывать тренинг там никому, а я бы не взялся, а я бы не смог, а я бы не сделал, а что, если никто не придет? Если такие мысли живут в вашей голове, и они вас топорят, они не дают вам возможность открыться новому, вот, собственно, пробуждение как раз для этого. И это надо абсолютно каждому человеку. Но как же сложно, когда ты понимаешь, что это нужно абсолютно каждому человеку донести это, особенно не тогда, когда ты уже год про это говоришь, два, потому что аудиторию нужно греть достаточно долго, готовить к какой-то теме. А тут тебе нужно сделать это прямо сейчас. И, конечно же, есть и моменты страха, есть и моменты некого отчаяния. У меня в том числе иногда я думаю, почему люди не понимают, насколько сильно им это поможет, насколько это круто. Да, это не решит все проблемы, но это снимет все барьеры, и это даст возможность совершенно иначе и по-другому смотреть на всю свою жизнь. Это даст возможность из позиции жертвы, ожидания, стать таким смелым, крутым воином. Это же обалденно. И вот каждый день моя задача рождать тексты. Я эти тексты рождаю. Я, как знаете, так вот всегда это происходит, как будто бы я включаю шнур и подключаюсь к каким-то потокам, и просто руками начинаю очень быстро писать на телефоне, всегда тексты набираю и это делаю для того, чтобы максимально, как будто бы изнутри донести то, что я думаю, то, что я чувствую. И да, вы знаете, это, конечно, с точки зрения маркетинга, процессов, иногда это страшно неправильно. Иногда я пишу такие вещи, которые, может быть, нельзя писать. Но для меня настолько важно, вот это, когда я сама пробудилась, эта честность, этот вот максимализм, который во мне есть, не очень сильно хочется им поделиться. Поэтому сейчас это пробуждение я планирую завтра и послезавтра максимально. Вообще, может быть, даже я не поеду завтра в офис, а буду работать именно над этим тренингом, потому что я сейчас его пишу, проживаю, прочувствую музыку. Что я хочу сделать? Мне очень хочется, чтобы люди, даже говорю мне комок, чтобы люди плакали, мне очень хочется, чтобы люди отпускали, мне очень хочется, чтобы люди смеялись, мне очень хочется, чтобы шла вот когда не имеющая такая часть, когда ты чувствуешь, что ты не можешь что-то через тебя выпустить. Я хочу это сделать. Для меня это, наверное, мечта, достаточно за длительную продолжительность времени, мечта, подарить людям эту свободу внутреннюю. И, конечно же, я к этому готовлюсь. И я думаю, что оставшуюся часть дня сейчас я буду стараться в эти состояния входить. Это не так просто, как кажется. Это не тот тренинг, где ты открыл, сделал презентажку и как бы вытащил все свои знания наружу. Нет, это другая работа. Вот, поэтому я больше не буду сегодня ничего уже снимать вам. Я хочу сказать вам спасибо за то, что смотрите, поддерживаете. Пожалуйста, пишите все свои вопросы, я буду обязательно на них отвечать. Пожалуйста, включайтесь, пожалуйста, живите динамично. Не опускайте руки, не отчаивайтесь в моменты те, когда вам устали или вам кажется, что ваша работа не приносит чего-то того, что должна. Встраивайтесь, включайтесь, и будет все супер-мега круто. И, конечно же, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал, если вы этого не сделали, потому что для меня это и правда очень сильно важно. Все. Если у вас есть любые ко мне вопросы, пожелания, предложения, вы можете писать в комментариях, вы можете писать в личку, в welcome. И не забывайте, что 25 числа в Киеве я жду вас на пробуждении, во всех других городах тоже есть ссылки. Это действительно будет мега круто. Все, до завтра.